Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня и новинки 13 каталога 2017 года Фаберлик. Ну и, конечно же, новинок было куча. Первая новинка это такой вот красивый бьюти-бокс. Вот он у меня сейчас в руках. Очень он мне нравится. Ну, он точно такой же, как и предыдущий. Жестяная коробочка с красивыми такими всякими рисуночками. То есть, тут есть написано, что это коробочка бьюти-бокс. Это от знаменитого блогера Марии Вэй. В коробочку мы можем собрать все необходимые и любимые средства для идеального макияжа. Размер у нее 170 на 120 на 62 миллиметра. Артикул 6133. Стоит она 399 рублей. Но для зарегистрированных скидка у нас с вами 20, если вы делаете до 50 баллов. Или 26%, если вы делаете более 50 баллов. 50 баллов, ну это примерно 4-5 тысяч русских рублей. Вот. Такая коробочка, в принципе, очень удобная. Да, тут такая вот застежка. Ее удобно носить и так далее, и так далее. То есть, ну, такое украшение для дома, я бы так сказала. Красивая очень коробочка украшения для дома. Далее, что бы я вам хотелось показать, это тушь. Тушь мне в целом понравилась. Кошачий взгляд, она мне, конечно, понравилась больше. Это тушь 5341. Да, в каталоге она заявлена как объемная тушь. Вот. Хорошенькая тушь, да. То есть, это сенсационное удлинение, дерзкий изгиб, идеальное разделение ресниц без комочков. Да. Мне очень понравилось наносить ее также слой на слой. Сначала я нанесла первый слой. Да, она разделяет, удлиняет, все хорошо, но не сильно. Второй слой, конечно, уже на высохший слой ложится прямо классно. И вот если вы первый слой нанесете хорошо, подкрутите реснички, да, кисточку, постарайтесь покрутить вот таким вот образом. То, конечно, здорово. Тушь, на мой взгляд, тоже классная, великолепная. Легко смывается вот такой вот мицеллярной водой, которой я пользуюсь очень легко. Лосьончик, конечно, это не новинка. Артикул 0204, 200 мл, да. То есть, он снимает макияж, любой макияж с лица и глаз одним движением. Ну, не одним, конечно, реснички я замачиваю, чтобы не тереть глаз, не травмировать. Да, нежную кожу век. Потом, ну, как бы мне более 30 лет и уже, конечно, это нельзя делать. Тонизирует, увлажняет, да. Отшелушивает сухие и старые клетки, да. Мне это средство нравится, уже не первый флакончик. Я его расходую с удовольствием. Ну, вот эту тушь он, в принципе, легко смывает. Далее, значит, такая вот кисточка в этой туши, да, как вы видите, очень удобная, изогнутая. Ей красить глазки, на мой взгляд, одно удовольствие. Так, почему? Потому что она маленькая, удобная. Прокрашиваю, можно ей, можно прокрасить любой уголочек глаза, то есть, все, что вам захочется, да. Ну, как бы, можете прокрашивать уголочки, можете нет, она удобная. Да, артикул 5341, такая вот новинка от Марии Вэй. Также появился новый тональный крем, да, такая вот симпатичная упаковочка, тоже от Марии Вэй. Этот крем называется крем-блюр, выравнивает цвет лица, маскируя мелкие несовершенства кожи и визуально сужая поры. Придает коже эффект естественного сияния. Я заказала на данный момент вот такую вот новинку, да, как вы видите, артикул 6119. Вот, и мне он понравился. Я его уже вчера протестировала, я в нем вчера погуляла, походила, то есть, заказ я уже получила, как бы, не сегодня. Отличный крем. Он не желтит кожу, он полностью под меня подстроился. Сияние, я не скажу, что прям яркое какое-то, заметное, но вот, как вы видите, оно такое, я даже не знаю, как его описать, оно легкое, едва уловимое, да, вот это вот сияние, практически незаметное. Он 300, идет 30 миллилитров и тут три оттеночка, да, как вы видите, светлый бежевый есть, да, есть слоновая кость и есть естественный бежевый. Вот, вот я выбираю слоновую кость и от компании Фаберлик мне все средства со слоновой костью идут. Еще, ну, как бы, да, даже вот антивозрастные какие-то тональные крема тоже идут. Именно слоновая кость я уже поняла, да, как выбирать тональный крем компании Фаберлик. Далее это новинки лаков, очень-очень много новиночек. Лак это 7457. Интересный лак, все с ним хорошо, да, то есть он совпадает цветом, да, это слиловое биде, безе, простите, да, то есть вот такая вот симпатичная штучка. Единственное, что у них маленькая кисточка, нужно прокрашивать долго, конечно же, я бы лучше выбрала серию Скайлин, потому что там для нанесения лака кисточка намного удобнее. Такой вот красный цвет, это ягодный мус, да, он яркий, все, все я нанесла в два слоя, артикул 74-42. Вот, лаки жиденькие, они как бы, когда вы их наносите сами по накатку, распределяются, растекаются, то есть нету такого, что там где-то какие-то, как вам даже сказать, какие-то просвечивающие моменты, да, то есть в два слоя он смотрится идеально, здорово и классно. Да, такой вот лак красивый, да, ягодный мус. Ну, он, видите, немножечко поярче, чем в каталоге представлен, обратите на это внимание. Мляничный конфитер, он на самом деле такой приятный, артикул 74-45, вот так вот он ложится. Также мы его попробовали на, положить вот на этот лак, да, на сливочное безе, и вот у нас что вместе получилось. Ну, то есть вот так вот он смотрится. Вот, вот, следующий лак черный, да, но он черный в плане того, что 74-54 артикул, да, вот он у нас, он вот так вот ложится, да, то есть его можно на любой лак нанести, да, вот, реально на любой, и он будет хорошо смотреться. Вот такая вот красотища, 74-54. Следующий это такой глубокий оливковый, да, тут он смотрится светлее, тут он в два слоя также нанесем, и тут он тоже, как вы видите, смотрится светлее. 74-43 артикул, оливковая роща. Поэтому, да, вот, немножечко оттенки, опять-таки, с каталогом не совпадают. Следующий лак, вот такая вот красавица у нас, да, смотрите, какие блесточки симпатичные, я такие лаки люблю. Вот он так смотрится. Вот он так представлен в каталоге. 74-56, тоже немножко разница есть, да, вот как бы, вот так практически нет разницы, да, я прикладываю. А вот, когда он высыхает, он немножечко все-таки темнеет этот лак, как вы видите, и становится уже более таким насыщенным, кремовым каким-то, да. Вот, это был крем бюле. Вот, следующая новиночка, это у нас с вами идет вот такой вот черный, да, этот обычный черный, а тут он идет с такими классными переливами красивыми. И вот этот лак мне очень понравился, безумно прям понравился, он красивый, он играет здорово на ногте. Вот я его нанесла на синий цвет, именно этот лак, смотрите, как круто, как красиво, да. Это не просто вот такие черненькие штучки, да, а вот именно он играет, блестит. Артикул у него идет 74-44, вот такая вот красота. И следующий лак, это у нас идет такой вот серенький, да, он что-то типа, не знаю, матовый с блестками, даже как его описать. В каталоге он представлен светлее, тут он с такой, как будто бы зеленцой мне показался, да, а на ногте вот он так смотрится. Ну, то есть он не сильно серый, у него есть какой-то такой благородный оттеночек, оливковый, ой, не оливковый, а что-то такое, бирюзы, вот нежный-нежный такой, легкий-легкий-легкий, да, то есть он не чистый серый оттенок, вот такой, ну красивый серый, да, как вы видите. Далее синий, насыщенный, крутой синий оттенок, артикул 74-41, да, он полностью совпадает с цветом в каталоге, он мне понравился, очень такой яркий, наносится, лаки наносятся легко, единственное, что узенькая кисточка у них, ну и цена у них, конечно, подешевле, чем вот, да, чем скайлайн. Вот, дальше, такие вот красавчики, пузыречки маленькие, дальше, конечно же, бон-бон кутюр, я заказала полную версию этой водички, такая вот коробочка, смотрится она вот, ну, как бы в пленочке она пришла, все, и вот такая вот версия внутри аромата у него. Бон-бон кутюр, это такая водичка, которая на любителя, она идет такая сладко-кисленькая, ягодная, что-то типа вот, я даже, знаете, по аромату думала, что он пахнет каким-то компотом, но нет, это на самом деле фруктово-гурманский аромат, тут нет нот свежести абсолютно. Вот, и она мне понравилась тем, что она не просто сладкая, вот есть вот эта вот нотка кислинки, которая, в принципе, меня покорила. Конечно же, до 27-го числа, когда в промо-акциях вы берете две водички, то третья вам автоматом падает в подарок, в промо-акциях, именно в разделе промо-акции. Если вы возьмете их, к примеру, там, откуда-то из другого места, то она уже у вас может или не добавиться, или прийти без подарка. Вот именно в этой акции, в разделе промо-акции, акции-консультанты, есть там подраздел, там надо брать две водички. Конечно же, она стоит в каталоге, да, в следующем, не так и дорого, но она идет 30 мл, да, обратите внимание, цена недорогая, потому что это маленькая версия, да. Бум Кутюр называется, симпатичная, конечно, 3311. Вот очень интересные ароматы, я о них снимала в пробниках, да, что тут говорится. Это, попробуй дуэт, осмелься на трио, только от твоего настроения зависит, какой аромат будет тебя сопровождать сегодня. Коллекция Аромания, это настоящий конструктор ароматов, выбирай тот из них, который подходит тебе больше всего, или отдай предпочтение двум или трем, сразу сочетая их по своему желанию, да. То есть, первое, мы выбираем аромат и носим его как самостоятельный. Второе, мы сочетаем несколько ароматов, наслаивая их друг на друга при нанесении на кожу. Ароматы у нас с вами такие вот, да, аромат сирене, это Аромамания, Лайлэк, да, называется, артикул 3013. Оно идет, так, сколько миллилитров, не указано, да, 30 миллилитров. Далее, значит, следующий аромат идет, аромат мускуса, туалетная вода, аромания муск, да, то есть маск идет, артикул 3014. И следующий, это аромат бергамота, и называется, так и называется, бергамот, да. Вот, очень интересные, конечно, я их с удовольствием заказала, я их с удовольствием все попробовала. И уже в пробниках, мини-версиях я уже пыталась мешать вот эти вот три ароматика. Пришли они в таких вот красивых беленьких коробочках. Ну, конечно, Лайлэк, это реальная сирень, прям сиреневая сирень, очень прям, вот, вот, но она очень интересно мешается именно с бергамотом в паре, когда мы наслаиваем, то, знаете, абсолютно разные вещи. Вот это вот пахнет бергамотом, это вот мой аромат, я его люблю, я его могу даже самостоятельно, не люблю, а влюбилась, в принципе, да, вот что нужно сказать, я могу его даже самостоятельно использовать, и мне кажется, он будет отлично смотреться, да. И вот этот вот нежный сладкий аромат именно мускуса, он прямо легкий-легкий такой. Я, конечно же, три вчера мешала, между собой перемешивала. Все ароматы такие разные, неповторимые, поодиночке они еле уловимые, кроме сирени. Сирень, она, конечно, как вам сказать, она очень-очень насыщенная. Вот эти два еле уловимых, да, вот на теле. Но когда я смешала их все вместе, получился реально такой аромат, очень интересный и, знаете, приятный. Потом я смешивала эти два, легкий, невесомый такой женственный аромат, да, получается классный. Потом я смешала вот это и бергамот, тоже получилась новинка такая интересная. И вы знаете, да, я буду экспериментировать, но, скорее всего, вот этот аромат у меня закончится очень быстро, потому что он мне понравился, потому что я люблю такие легкие, а такие приятные ароматики. Вот, очень, конечно, ну, я считаю, что это сенсация, когда девушка сама может выбирать себе аромат, какой она захочет под ее настроением. Я считаю, это, ну, прям крутой новинкой от компании Фуперлик. Вот, далее, вот такие вот новиночки. У нас с вами Витамания идет, и тут идет Манго Папайя. Вот, вы знаете, натуральный аромат Манго Папайя. Очень понравился мне именно витаминный крем для рук Манго и Папайя, да, то есть я люблю фруктовые вкусы, я не очень люблю ягодные. Ягодные мне, наоборот, любит дочка. Этот крем для рук говорит о том, что удалить жажду витаминов, да, то есть, ну, простой питательный кремчик, да, то есть вот тут указаны, да, витамины крем для рук. На самом деле, ручки ровненькие, хорошенькие с него, я его уже потестировала. Вот, крем ложится легко, здорово, классно, даже, вот, знаете, заусенечки немножечко вот в этих местах подживают с него, как-то вот, ну, хорошо работает кремчик, да, как бы, ну, обычный такой легкий, да, уже, смотрите, практически впитался, хотя я при вас нанесла, то есть он такой быстро впитывается, вот. Далее, значит, крем, да, для рук тоже идет, серия у него идет энергия витаминов смородины и ежевика, да, смородины и ежевика. Вот такой вот кремчик, тоже такой натуральный ежевичный аромат, что прям, знаете, вот ягодный-ягодный. Точно такой же консистенции, да, тоже абсолютно одинаковый, просто вот смородину я тут чувствую больше, чем ежевики. Он больше смородины, конечно, пахнет. Артикул 23,85, 75 мл, то есть они большие, долгоиграющие. Тут идет манго, да, манго и папайя, идет артикул 23,71 и 75 мл. Вот, крема, конечно же, классные, хорошие и я с удовольствием ими попользуюсь. Вот, ну, я думаю, крем для рук нужен всем и когда вы можете практически всегда пользоваться только новинками, это здорово. Да, у меня крема для рук, только одна новинка закончится, выпускается другая новинка и, в принципе, нисколько не хуже предыдущей. А далее у нас идет такой вот, такие вот гели для душа, да, они кажутся такие маленькие. Я, когда я взяла в руку, они мне реально показались маленькие. Единственное, что я люблю гели для душа ставить. Эти я никак не поставлю и они густые, как вы видите. И, конечно, тут будет сложность дорасходовать их до конца, потому что нужно будет долго их держать наоборот. Но они идут 200 мл. У манго артикул 23,64, у смородинки 23,67. Тут есть привкус ежевики, но смородина преобладает, да, а манго-папайя тут идет пополам, реально пополам. Также они содержат витамины А, Е, П, П, то есть ваша кожа будет питаться, пока вы ими моетесь, да, но это витамины гель для душа. Первое мое впечатление, да, я ими помылась в жару, хочется сказать, что кожа у меня не сохнет, ничего, но в жару, конечно, это не зимой. Зимой может быть от них и другой эффект, потому что, когда жарко, кожа у нас и так, да, выделяет много пота, еще что-то. Поэтому, когда мы моемся зимой, эффект от них может быть абсолютно другой. Также я попробовала, у меня что-то закончились бальзамчики все для губ, и я попробовала витаминный бальзам для губ, смородины и ежевика. Вот, он идет 10 мл, артикул 23,86. Вот, такой вот он немножечко, да, дает оттеночка, но когда вы его размазываете по губкам, да, наносите по губкам, он их просто питает, и я бы не сказала, что, как даже сказать, я бы не сказала, что он не липнет. Он чуть-чуть немножко липнет, но он липнет буквально минуты 3. Потом он как-то вот преображается на губках, и его практически не чувствуется. На вкус он, грубо говоря, безвкусный абсолютно. На вкус у него ничего нет, он просто вкусно пахнет. То есть, вкуса нет, только аромат. Вот, он полностью прозрачный, в принципе, хорошо наносится, за губками ухаживает нормально. Вот, но мне очень нравится антивозрастной бальзам для губ, очень мне нравится. И вот этот вот, да, он, конечно, быстро в жару сейчас закончится, но, вы знаете, я вернусь к антивозрастному бальзаму, потому что после него губы еще и становятся мягкими, ухоженными, красивыми и так далее, и так далее. Да, но цена, конечно, у этого бальзамчика бюджетная и классная. Да, вот как раз маленький такой, открыл на лето, израсходовал, и потом, следующим летом, купил новый. Вот, что-то типа этого. Далее, это у нас с вами идет такой вот спрей, манго-папайя. Не пожалела, что я его заказала. Это витаминный мист для тела, манго-папайя. Такой вот спрейчик, да. Аромат свежий, классный и немножечко пьянящий, да, такой пьянящий аромат. Вот, как будто тут есть какие-то нотки какого-то вина, может быть, я так бы выразилась, да. Артикул 2374, 120 мл. Он не только витаминный, но он еще и увлажняет, да. То есть, получив мощный заряд энергии экзотических фруктов в летнюю жару, также зимой, когда в воздух в помещениях пересушен, кожа и волосы нуждаются в дополнительном увлажнении. Спрей прекрасно освежает и дарит ощущение комфорта, наполняя кожу и волосы дополнительной влагой и полезными веществами. Это незаменимый помощник твоей красоты. То есть, в душ сходили и с ног до головы, да, в том числе и волосы, можно нанести его на все, да. Вот такая вот вещичка. Пахнет классно, вкусно, не оставляет ничего на теле. Если кожа сохнет, он на самом деле стянут, то есть, убирает. И, конечно же, очень приятный-приятный аромат. Ну и мыло, которое у нас быстро идет, потому что у нас в семье четверо часто бывают гости. И классное мыло, которое реально у моей руки не сушит. Вот, ежевичка, да, со смородинкой 23,68 артикула, ну, большое, 200 мл. И также идет 23,65. Это манго и папайя. Отличные такие мыла, тоже с витамином АЕПП. Как бы очень классно, да. То есть, ну, вот одну ванну, другую на кухню поставлю. И как раз, как раз закончатся. Быстро, летом все руки моют, моют, моют. Вот, и последние две новиночки, предпоследние, да, я бы так сказала. Вот такие вот маски вышли из этой серии, да. То есть, также витаминная маска для лица. Также АЕПП. Вот, я их еще не пробовала. Вот, способ применения тут легкий. Нанесите. Вот, и смойте через 10-15 минут, да. Ну, можно это делать в ванной, можно за столом, еще как-то. Ну, я вот, допустим, когда иду в ванную, у меня лежат в ванной эти масочки, да, я голову помыла, я нанесла на нее маску или бальзам. Я маску бальзам сразу не смываю, я их держу на лице. И вот как раз эту масочку вскрываю, да, как вы видите, вот тут вот есть открыть. Вскрываю, они такие беленькие. Идут масочки, вот, и наношу. И потом, как бы, когда приходит время смыть, да, бальзам, я смываю маски. Не всегда, конечно, я выдерживаю 15 минут, но от предыдущих масочек я вам хочу сказать, что на самом деле такое ощущение, что не хочется наносить никакой крем кожи и так хорошо, да. Ну, все равно ночной крем я наношу через часик. Но после этих масок на самом деле здорово. Хотя они идут там 30 плюс, еще что-то, да. Это обычные маски витаминные. Вот летом ими пользоваться. И стоят они, в принципе, очень даже бюджетно, недорого. 20 рублей масочка по акции идет, да, 40 рублей она идет по черной цене. Если вы будете покупать с 26% скидкой, то она, конечно, даже меньше 20 рублей будет. Да, вот такая вот у нее цена. Видите, 20 рублей всего лишь. Витаминный крем-масло для тела, манго и папайя. Они такие, как бы, знаете, как суфле. Такие воздушные, приятные. И у них такой насыщенный аромат. Вот, вы знаете, их даже хочется лизнуть. И такое ощущение, что это какая-то вкусная паста. Они такие легкие, классные, да. То есть вот прямо даже вот если взять по руке, то они легко, реально легко распределяются. Сейчас посмотрим, быстро ли он впитается. У меня как раз тут ручка, да, вот. Наносится легко. То есть по рукам размазали, а потом, да, так вот. По ручкам размазали кремчик и по телу пошли. Да, ну, мне кажется, этого крема надолго не хватит. Вот, в жару мы его быстро израсходуем. Тоже классно, да, и спрей, и все от этой серии. Да, и, конечно же, такой вот витаминный крем-масло для тела. Тоже идет, на самом деле, классный. И я уже уверена, что он классный. Потому что я почувствовала ощущение такое приятное, да. То есть он такой же гостенький. Пахнет он... Вот, кстати, крем, вот этот вот, пахнет больше ежевикой, чем смородиной. Вот серьезно. Да, гель для душа больше смородиной пахнет. Крем для рук больше смородиной. А этот вот больше ежевикой. Я больше ежевику чувствую, да. Давайте на эту руку нанесем. Ну, у него, видите, есть такой немножечко оттеночек. Ну, такой густенький. Я чувствую, что он питательный такой. Да, вот. Ну, вот, в принципе, пока мы с вами наносили этот крем, да, этот уже практически впитался. Уже практически ничего не осталось. Да, ну, тут я просто много нанесла. А так, да, практически уже ничего не осталось. Вот, значит, впитывается он нормально. Не скажу, что быстро, но мгновенно крема тоже как бы впитываться не могут. И следующий, это вот такая вот красота. Вот это твердые духи. Я их сейчас уже подарю деткам, которые у нас гостят. Они идут 3+. Это для модниц, да, такие вот духи симпатичные в коробочке. Вот так они выглядят. Тут можно прицепить и носить это на шее, как украшение. Также они открываются. И вот аромат малинки. Но эта малинка, она такая не малиновая малинка, там, не малиновые варенья, да, а именно такая малинка, очень приятная, такая молочная малинка, я бы так сказала. Вот, конечно, классно. Такие подарочки делала себе, да, деткам. И вам показала новинку, и подарочек от доброй тети Ани, да, своим племянницам. Ну что ж, с вами была Кононова Аня. Интернет-проект Фаберлик Онлайн. В интернете мы не только заказываем через интернет, мы еще и очень хорошо зарабатываем. И у меня уже структура, конечно же, более 200 тысяч баллов. Вот, и мы ездим в разные страны мира за счет компании. И мне очень нравится сотрудничество с компанией Фаберлик, с ее очень-очень широченным ассортиментом, который позволяет делать большие объемы и позволяет новичкам через интернет расти легко. А свободный график и хорошие доходы, все это белое, официальное, легальное, это, конечно, здорово. А те, кто к нам приходит, конечно же, все становятся директорами, получают премии, вот, и получают хорошие деньги на дому, и у них идет трудовой стаж. Это, конечно, здорово. Ну что ж, всем пока-пока. До встречи с вами в новом видео. Рада была быть вам полезной.